Девушки отдыхают Нужно их наметить, а потом уже приступать к варелью. То есть их будешь раскрашивать? Да, буду писать. Цвета надо также точно передать? Да, нужно увидеть оттенки, показать тон. Складки костюмов, позы героев, пропорции, наброски, сделанные всего за 15-20 минут, должны передать все детали. Работа сложная, но для юных художников не в новинку. Они не один раз выполняли ее на занятиях. Это быстрая зарисовка. То есть наброски могут быть разными. Наброски могут быть в одну линию, в одно пятно. То есть это образ, характер, пропорции самое основное. Это потом идея для будущих композиций, для будущих сюжетных работ каких-то. Конкурс набросков в ДШИ классика проходит уже в третий раз. Но впервые на помощь юным художникам пришли воспитанники театральной студии «Дебют». Милана Семыкина занимается актерским мастерством год. Ее главная роль – Алиса в «Стране чудес». А сегодня она натурщица. И вроде бы все просто, но так только кажется. Нужно придумать позы, выдержать время, которое будут рисовать художники. И очень интересен результат работы художников. Получаются очень интересные сюжеты, получаются очень интересные наброски. И я так понимаю, что и театралам очень приятно, и нашим детям очень интересно. То есть у них такой позитивчик. Не просто такая тетенька стоит скучная в черном платье или в черной одежде. Тут уже какие-то костюмированы, какие-то образы. В конкурсе набросков принимают участие все ученики художественного отделения. Но одни просто делают быструю зарисовку карандашом. Другие ее еще и раскрашивают. А третьи и вовсе рисуют сразу акварелью. Сложность задания зависит от возраста. В чем заключается наша задача? Это показать свои, не только способности, показать свое умение видеть натуру, распределять рисунок на листе, то есть композиция формата листа, пропорции соблюдать. То есть все-таки, чтобы эта фигура была человеческая, а не какая-то другая. Тон увидеть, цвет увидеть. Победа в школьном конкурсе набросков – путевка на областной уровень. Ее завоевали порядка 20 учеников художественного отделения. Но и остальным расстраиваться не стоит. Допущенные ошибки им помогут исправить педагоги. И тогда можно будет снова бороться за победу. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова»